Друзья, всем привет! Это снова я со своими квартирами. Сегодня не про дома. Надоели вам, наверное, уже видео-обзоры по строительству домов. Просите квартиры. Вот покажу вам сегодня весьма интересную, классную квартиру. В каком плане классную? То есть она находится в очень хорошем месте. Это у нас Ленинский проспект. То есть район очень развитый, инфраструктура района очень развита. Есть школы, детские сады, торговые центры, магазины, салоны, парки, аптеки, поликлиники. Есть все. Вот реально есть все. Вот он на ваших экранах Ленинский проспект. Следующая остановочка Полина Осипенко. У нас квартира на остановке Гиперокавыч. Следующая остановочка Полина Осипенко. Там храм. Пожалуйста, вам. Если надо. Здесь очень-очень редко бывают пробки. Очень редко бывают пробки. Пробки бывают в районе улицы Остужева. В основном там. Инфраструктура района довольно-таки развита. Есть все. Даже не знаю, чего здесь нет. Даже вот реально не знаю, чего здесь нет. Транспорт огромное количество ходит. В любом направлении можно уехать. Наша остановочка Гиперокавыч. Вот, получается, две остановки отсюда в Агрызовский мост. Вот туда, в том направлении. Переезжаете в Агрызовский мост, и вы уже на правом берегу. В районе Цирка. А вот в том направлении, если мы двигаемся по Ленинскому проспекту, там у нас Чернавский мост. Дальше Северный мост Остужева. Либо уходим направо, и мы попадаем с вами в сторону туда. Новый Усмани, так сказать. Двигаемся на Ростовскую трассу. Все есть, повторюсь. Не знаю, чего нет. Ну, а если прям вот перечислять, то получается у нас шаговые доступности. Гимназия номер 5, школа номер 67. Лицеи, детские сады, 179-й, 198-й. Банки, аптеки, повторюсь, да. Парк авиастроителей. Вот туда же, вот там, парк Алые паруса. Поликлиника, по-моему, ближайшая здесь на Арзамасской. Да, по-моему, Арзамасской. Сколько здесь, ну, остановочки, наверное, две получается. Военкомат, военкомат, опять же, откуда я призывался на Гвардейской. То есть все есть. Все этапы жизненного пути, проживая здесь, пройти можно, да. Начиная от детского сада, далее школа, далее военкомат. Куда же без него, да. Ну, а далее, а далее, как, собственно говоря, Господь управит, да. Храм, повторюсь, тоже здесь рядышком есть. Так, что касается нашей квартиры. Давайте я на улице буду закругляться. У меня камера очень не любит морозы, очень быстро разряжается. Поэтому я прям быстренько, буквально. Сейчас подойдем с вами к дому. Могу сказать, что квартира у нас по весьма привлекательной цене по нынешним временам. Смотрите видео до конца, да, квартира требующая ремонта. Да, квартира не в свежем, так сказать, доме, да. Но я могу с уверенностью сказать, что за те деньги, за которые продается наша квартира, вы однушку сейчас не купите, современную, не купите. Причем нигде. Причем даже в Новом Отрадном, в Черемушках, вы не купите новую однушку за эти деньги. У нас, на секундочку, двухкомнатная квартира, повторюсь, да, в стареньком доме. Да, вот он на ваших экранах. Ленинский проспект 20, дробь 3. Двухкомнатная квартира. Двушка, дешевле. Современные однушки в Новом Отрадном. Ну, по парковочным местам все, видите, да, вот здесь не очень, что касается вдоль дома, да. Но у нас есть парковочка, небольшая парковочка вот там между домами. Здесь, собственно говоря, жители немного проживают, да, видите, здесь трех-пятиэтажечки, поэтому я не думаю, что какие-то прям большие какие-то сложности с парковкой у вас возникнут. Ну, и чем хорошо вот этот домик наш, да, видите, он, так сказать, спрятан, спрятан от шума, пыли. Вот я только что был на Ленинском проспекте, навсегда движущемся, да. Представляете, если бы у нас квартира была вот в этом, допустим, доме, да, и окна выходили туда на Ленинский проспект. Ну, наверное, некомфортно, прям скажем, да. А здесь прям хорошо. Во двор сюда зашел, и тишина, покой. Вот это наш дом. Да, по детским площадкам здесь, может быть, как бы ничего во дворе я вам и не покажу, здесь ничего нет, но здесь два замечательных, классных, шикарных парка в шаговой доступности. В принципе, можно сходить прогуляться с ребенком по школам, по детским садам, по торговым центрам, по магазинам, по салонам, все есть. Все, пойдем квартиру смотреть. О, да красота. Да, да. Все поменяли, все свеженькое, да? Да. Какую квартиру это? Это капремонт в этом году дома был у вас, да? В прошлом? То есть поменяли, что поменяли? А, вот на третьем этаже. Там две квартиры продаются. 21 и 24. Вы эти, да? Да, да. Поменяли радиатор отопления, получается? Радиатор, а полностью систему все поменяли. Полностью, так, крышу поменяли. Крышу отремонтировали полностью, котельный ремонт. И освещение. Он заходит, и все, у нас забираются лампочки. Понял, хорошо. Так, и так же у нас был, протекал сейчас великолепно. Так, нигде свечи нет. Теперь все сделали. Понял, спасибо вам большое. Вот встретил старшего по дому. Старший по дому мне, собственно говоря, все рассказал, да? Что в квартире, в квартире в доме сделали капремонт. Поменяли всю систему отопления за весь дом. Пластиковые окна поставили. Электрику поменяли. Крышу поменяли. Крыша раньше стекла, сейчас поменяли. Говорит, великолепно все. Видите, как удачно можно встретить старшего по дому. Сначала на меня прям такой наехал. А вы кто? Я говорю, я квартиру продаю. Я главный риэлтор города Воронежа и всея Руси. Так, ну вот наша квартирка. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Так, друзья, начинаем мы с вами, как обычно, с коридора от входной двери. Напоминаю, это у нас Левобережный район, Ленинский проспект, дом 20, дробь 3. Квартира, требующая ремонта, как уже сказал, выше, вернее, ниже, когда был вот там вот на улице перед домом, ходил, бродил. Но у нас, повторюсь, и цена очень и очень классная. За эти деньги, в десятый раз, повторяю повторение мать учения, вы не купите однокомнатную квартиру в новом отрадном. Новую квартиру не купите. А у нас здесь, на секундочку, двухкомнатная квартира. В очень классной, шикарной локации с очень развитой инфраструктурой. Итак, ох, нахвалил, так нахвалил, так сказать. Ну, это я вас просто подготовил, да. Квартира, повторюсь, да, ремонта требует. Что у нас здесь в коридоре? Здесь лежит ламинатик, ламинат, две двери. Ну, это от строительства еще, да. И плюс вот еще одна входная. Общая площадь квартиры 42 квадратных метра. По коридору, что тут можно сказать по коридору? Ну, места, сами понимаете, немного. Так тогда строили, собственно говоря. Здесь есть некое такое углубление, ниша такая, назовем ее так, да, где сделали вешалочку. Можно какую-то сюда прихожку небольшую поставить. Небольшую. Почему? Потому что размеры коридора, как бы, большую поставить не позволяют. Давайте уж быть объективными. Здесь вот на потолочке плиточка. Ранее всеми любимая. Модно было. Модно. Пишите в комментариях, у кого такая плиточка была на полу. О, на полу. Смотрю на пол и думаю о плитке на потолке. Так, давайте, наверное, вот как мы идем справа налево, так мы с вами и пойдем. То есть по коридору, собственно говоря, больше мне вам показать, рассказать нечего. Вот здесь мы сразу с вами попадаем в зал. 19,8 площадь вот этой комнаты. Здесь из ремонта что? Здесь поклеили обои. Повторюсь, вдруг кто забыл, вдруг кто видеообзор не с самого начала смотрит, вдруг кто отвлекался там на... Мне часто хозяюшки рассказывали, что они меня фоном так слушают, пока что-то готовят там на кухне. Вот вдруг хозяюшки меня прослушали. Я встречал в самом начале ролика вот этого видеообзора, я встретил старшего по дому. Он мне, собственно говоря, всю историю по дому поведал, да, что здесь капремонт прошел у нас в прошлом году. Поменена крыша. Раньше вот там во второй комнате, сейчас вам покажу, есть некоторые потеки, но это старые потеки. То есть мне старший дом заверил, что никаких проблем сейчас с крышей нет. Поменена. И сделано, что поменена электропроводка по всему дому, поменены радиаторы отопления в каждой квартире, пластиковые окна. И вот в этой комнате у нас что, потолочек натяжной, обойки переклеены. Ну и как бы, наверное, все. Пол, видите, с полом ничего не делали, но он довольно-таки крепкий. На нем еще можно плясать, приглашать гостей на Новый год и выплясывать тут ничего с ним не будет. Он довольно еще крепкий, он еще послужит. Все, что вы видите на видео, если что-то нужно, мы готовы вам оставить. Это все входит в стоимость нашей квартиры. Вот, пожалуйста, диван, вот там тумба, кондиционер, стиралку сейчас на кухне покажу. Люстру даже можем оставить. В общем, если надо, шторы, пожалуйста, ничего забирать не будем. Если надо, мы вам все готовы оставить. Площадь вот этой комнаты позволяет, в силу того, что в коридоре местечко как бы немного, вот здесь, как я это вижу, да, как я бы сделал, да, вот вдоль вот этой стены я бы сделал какой-то большой шкаф. Ну, прям место действительно позволяет, размер комнаты вот этой, да. Вот сюда прям шкаф большой напрашивается. 19,8, напоминаю, площадь. Площадь зала. Есть. Зал посмотрели, зафиксировали. И еще одна комнатка. Ну, вот эта комната небольшая по площади. Ну, по сравнению с залом, да, и она такая несколько вытянутая. Радиатор отопления тоже, видите, поменены. Здесь ремонта не делали давно. Но, давно, ничего не делали. Вот, собственно говоря, старые потеки, о которых я вам говорил выше. То есть, это, это есть, но это старые потеки. Приедете на просмотр нашего квартиры, нашего квартира. Я вас, ну, не я, сотрудница, кто эту квартиру ведет. Познакомит со старшим дома. И он вам все в подробностях расскажет. Что здесь делалось, что не делалось. В том числе и про отремонтированную крышу. Комната несколько такая продолговатая. Но, тем не менее, тоже поставить здесь кровать. Никаких вопросов, никаких проблем. Там вот шкафчик какой-то старый стоит. Ретро. То есть, вот здесь тоже можно шкаф такой нормальный, хороший забомбить. Вот вдоль, вдоль всей вот этой стены. Здесь прям такая ниша хорошая, такое углубление. Прям можно хороший шкаф тоже сделать. Тогда можно отказаться от шкафа вот там, в зале. Если вот здесь хороший сделать. Прям хорошо сюда встанет. И здесь, пожалуйста, еще кроватка легко встанет. Даже двух с палочкой. И даже проход останется вот здесь ходить. Радиатор отопления поменен. Здесь окошечко у нас старенькое. Цвет такой прям. Ну, этой комнатой давно не пользовались. Вот у нас проживала девушка-квартиранка. Вот этой комнатой даже не пользовалась. Ну, как склад использовалась. Что-то там ставила, наносила. Жила вот в этой комнате. Жила, пользовалась вот этой комнатой. Так, пойдемте с вами дальше. Кухня. Ламинатик у нас из коридора вот так вот, единым контуром заходит сюда на кухню. Ламинатик свеженький. Ну, кухня обычная, стандартная, хрущевская, 6 квадратных метров. Окошечко тоже старое, деревянное. Экологичное. Экологичное. Ну, здесь по кухне тоже как бы особо ничего не предлагаю. Ну, вот что есть. Если надо, оставим. Кухонка вот эта, пару шкафчиков, пару-тройка. Да, газовая плита, стиралочка рабочая. Колонка свежая. Кстати, колоночка свежая. Вектор люкс. Здесь радиатор отопления тоже поменят. Радиатор отопления, стояки все поменены, видите. Не соврал старший по дому. Стояк поменен, да, полностью. Ну, окошечко, да. Окна менять надо будет. Ну, и по функциональности. А чего мы хотели от кухни 6 метров, собственно говоря, да. Тут вот столик аккуратненько стоит в уголочке. Ну, и здесь типа как рабочая поверхность, да. То есть небольшая какая-то, да. Вот здесь на стиралочку можно положить тоже какое-то продолжение кухни сделать. Как делают обычно, да, за неимением свободного места. Обычно стиралку, да, ставят ее на кухне. И сверху такую столешницу делают. Все вот единым контуром. Сюда вот холодильничек, вот в этот уголок. Ну, и, собственно говоря... Хотя зачем туда холодильник, если холодильник у нас стоит здесь. А холодильник-то я сразу и не заметил. Кстати, вот этот холодильник тоже, да, останется. Холодильник-эндезит тоже входит в стоимость нашей квартиры. Холодильник, стиралка из бытовой техники, да, кондиционер в зале я вам показал. И новая колоночка. То есть здесь тогда тоже можно какие-то... Если новую кухню будете заказывать, здесь можно, да, сделать ее вот так вот. Столешница сверху, чтобы шла над стиралочкой. Так вот, единым контуром, так скажем. И здесь еще ящик какой-то можно забомбить. Ну, и знаменитое, знаменитое хрущевское окно между кухней и санузлом. Пойдемте посмотрим санузел. Двери старенькие. Тут прям какие-то произведения искусств. Дерева с корнями. Удивительно, старые двери еще сохранились. Вот это да. И что-то мне подсказывают, это прям от застройщика еще. Вот эти двери еще от застройщика. Удивительно. И санузел. Ну, понятно, да, почему у нас стиралочка стоит, собственно говоря, на кухне. Ну, потому что здесь места нет. Для стиралки вообще, как видите, да. То есть здесь стоит у нас унитаз. Здесь стоит даже маленькая нестандартная ванна. То есть она чуть меньше по размерам, чем обычная. Тут как бы и для мойки тоже места как бы как такового нет. Поменены трубы. Не соврал, не соврал. Старший по дому. Канашка поменена, видите, канализация. Там подводка тоже, все трубы. Полипропилен. Все поменено. Это уже хорошо. Ну и на стенах здесь что? Какая-то штукатурочка, да? Какая-то штукатурочка, что ли. Что-то... Это девушка-квартиранка что-то тут это... В творчестве себя пробовала, так сказать. Какие-то тут трапеции что-то тут понарисовала. Ну, плиточка на полу старенькая. Ну, кстати, видите, ничего здесь, никаких, да, следов. Когда, знаете, как бывает, да, когда стены покрашены, например, да, и когда человек не очень аккуратно моет, да, по-моему, даже если аккуратно мыться, все равно, ну, как бы эта красочка в большинстве своем часто, да, вот, как бы со временем отваливается. Здесь штукатурочка держится нормально, хорошо. Влагостойкая, судя по всему. Ну, понятно дело, да, что здесь плиточку надо будет укладывать и на пол современную делать, и на стены. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде, и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, друзья, что, переходим к цене. Вроде бы все вам показал, вроде бы ничего не упустил. Ленинский проспект 20-3, третий этаж трехэтажного дома, 42 квадрата общая площадь нашей квартиры. Крыша поменена, повторение мать учения. И, опять же, повторяюсь, место очень и очень классное. Сергей Акулов не даст соврать, если он посмотрит это видео. Он очень любит левобережный район, очень любит, в частности, вот это вот, да, вот это расположение. Он долгое время здесь прожил, насколько я знаю. Да, это наш подписчик. Для тех, кто, может быть, не в курсе, про какого Сергея Акулова говорю. Сергей, без обид, если, ну, не хотел ничего, как бы, так, скажем так, плохого сказать. Ценю, наоборот, ценю каждого подписчика, да, кто уже давно на нашем канале, кто участвует в жизни нашего канала, кто пишет комментарии. Не всегда, может быть, я с этими комментариями согласен. Но на то оно и... Ой, какие обои интересные. Какие интересные обои. Что-то я сразу их и не заметил. Вот на фоне этих обоев стоять можно вещать. На то он YouTube-канал, да, на то они и открытые комментарии, да, что каждый может высказать свое мнение относительно той или иной квартиры, например, как в нашем случае, да, то есть кто-то с чем-то согласен, кто-то не согласен. Это нормально, это нормально. О чем я? Что-то я так издалека, издалека зашел. В общем, Сергей Акулов не даст соврать, место очень-очень классное. Действительно, в шаговой доступности есть все. Тихое, спокойное место, если мы сейчас говорим про наш дом, да, то есть, повторюсь, да, мы не вдоль Ленинского проспекта, но в то же время мы в гуще, так сказать, событий, да, то есть повернули за дом, за первый дом, который у нас граничит с Ленинским проспектом, и все, и тишина, и покой. Тишь да блать, да Божья благодать. Цена. А, ну вот, собственно говоря, вот она, арочка, прям, прям, прямо вон она, арка, видите, вот эта арка. Вот через эту арку и вы на Ленинском проспекте. Цена. Цена нашей квартиры, напоминаю, она у нас двухкомнатная, два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Два шестьсот пятьдесят. Двухкомнатная квартира на Ленинском проспекте. Понятное дело, требующая ремонта. Но, повторюсь, многое уже сделано. Я имею в виду помененные вот эти внутренние общедомовые коммуникации, да, ремонт крыши, радиаторы поменены, проводка во всем доме поменена. То есть капремонт дома был в прошлом году. Эти все моменты уже сделаны. То есть дом еще постоит, дом еще поживет, так сказать. Ну, а сама квартира, понятно, да, ремонт требуется. Понятно, руки приложить нужно. Понятно, что кошелечек тоже приоткрыть нужно будет, да, и что-то тут достать, чтобы довести квартиру до ума. А как по-другому? Ну, у нас и цена. У нас, повторюсь, и цена два шестьсот пятьдесят. Дешевле, чем однушка в пригороде Воронежа. Наша двухкомнатная квартира, где есть все. Где есть вся инфраструктура. Поэтому, друзья, квартиры на чистой продаже. Никаких проблем, никаких сложностей. Всю мебель можем оставить. Ну, если что-то нужно, да, то есть мы ничего забирать не будем. Если что-то нужно, мы готовы вам все оставить. Включая вот кондиционер, пожалуйста, да, стиралка, холодильник. Все-все-все оставим вам. Один взрослый собственник. Никаких проблем, никаких сложностей с документами. Квартира юридически и физически свободна, как сейчас говорят, да. То есть быстрый выход на сделку. Сегодня денежки, сегодня ключи от квартиры. То есть никаких проблем. Не нужно ждать, когда кто-то что-то куда-то подберет себе обмен, куда-то переедет. То есть никаких проблем. То есть в день сделки отдадим вам ключи. Квартира на чистой продаже. Максимально все, повторюсь, понятно по документам. В юридическом плане все абсолютно чисто. Контакты специалиста, кто данный объект недвижимости ведет, есть под этим видео. Пишите, звоните, договаривайтесь в просмотре. Повторюсь, цена довольно-таки интересная. Квартира, понятно дело, требующая ремонта, но в очень классной, повторюсь, локации. Присмотритесь, обязательно присмотритесь. Приглашаю всех продавцов недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству. Если хотите видеть аналогичный обзор по вашей квартире на нашем канале, 8-920-2299-356. Пишите, звоните, расскажу вам о условиях сотрудничества. И напоминаю всем покупателям, что мы оказываем услугу по поиску и подбору объектов недвижимости. Если данная квартира вас все-таки не заинтересовала, она вам не подходит по каким-то причинам, анкета, заявка на подбор недвижимости также есть под этим видео. Заполняйте, нажимайте, отправьте, и наш специалист с вами свяжется в самое ближайшее время. А еще больше предложений нашей компании вы найдете на нашем сайте. Ссылочку на наш сайт я также прикрепляю под этот видеообзор. Заходите, смотрите, выбирайте, бронируйте, покупайте. Там же есть сайт бронирования новостройок. Если еще ищете новостройку, тоже можете посмотреть все предложения за наш город, по всем квартирам. Все там у нас есть. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. К этой квартире обязательно стоит присмотреться. 2,650, квартира на чистой продаже, 42 квадратных метра, дом после капремонта. Контакты специалистов под этим видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!